Всем привет, с вами Стокер. Ну что ж, очередной месяц подошел к концу, и это новости компьютерных технологий. Давайте сейчас посмотрим, какие я вам подобрал новости. Многострадальный FX-TXT Pro 1X с QWERTY клавиатурой поступил в продажу. Xiaomi выпустила лазерный проектор для кинотеатров и геймеров. Huawei выпустила цветной NFU на Chrome OS 3.0 за 221 доллар. Glorious выпустила беспроводной нампад с настраиваемыми кнопками. Британская компания FX-TXT анонсировала смартфон Pro 1X еще два года назад, но его релиз затянулся из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса. Наконец, пусть и с большим опозданием, оригинальный гаджет с аппаратной клавиатурой стал доступен для заказа. Из-за целой серии переносов, обусловленной проблемами поставками, аппаратная платформа новинки оказалась весьма средней. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 662. С памятью дела обстоят получше. Доступны конфигурации 6128 ГБ или 8256 ГБ. Есть у FX-TXT и свои козыри, это вытянутая клавиатура для классического набора текста и возможность поставки с различными прошивками Android, Ubuntu, Touch или Lineage OS. Кроме того, аппарат FormFactory слайдер оснащен 5,99 дюймовым OLED дисплеем с разрешением 2160 на 1080 пикселей, прикрытым от царапин с закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Емкость аккумулятора смартфона составляет 3200 мА. Мощность зарядки пока не объявляется. Тыльная камера включает датчики изображения на 12 или 5 мегапикселей. Для селфи и видеозвонков используется 8 мегапикселей сенсор. Для разблокировки устройства на корпусе присутствует боковой сенсор. Отпечатка пальцев. На нижней стороне смартфона расположены 3,5 мм аудиоразъем и зарядный пор. USB Type-C. Новинка также оснащена модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC. FX-TEC PRO 1X уже доступен для заказов на официальном сайте производителя. По цене 829 долларов. За версию 8.128 ГБ. Модификация 8.256 ГБ. Обойдется покупателю 899 долларов. Xiaomi выпустила обновленную версию лазерного проектора 1S с увеличенной яркостью. Модель образца 2022 года может похвастаться наличием игрового режима, актуальным набором разъемов и поддержку альтернативным способом управления воспроизведением. Новинка способна проецировать картинку диагональю до 150 дюймов в разрешении 1080p, автоматическим улучшением изображения и автофокусировкой. LPD-проектор имеет максимальную яркость 2400 ANSI Lumen и поддерживает декодирование видео 4K и 8K. Еще одной особенностью устройства стал игровой режим с низкой задержкой сигнала, всего 40 миллисекунд. Акустическая система включает два динамика мощностью 10 Ватт с функцией объемного звука. Набор интерфейсов устройства включает порты USB 2.0 и 3.0 и HDMI. И кроме того, проектор может интегрироваться в экосистему умного дома. Миджиа. В этом случае его работой можно управлять через мобильное приложение или с помощью голосовых команд. Xiaomi Leija Projector 1S 2022 уже поступил в продажу в Китае. По цене 5999 юаней. Это около 892 доллара. О доступности новинки в других регионах производитель пока не объявил. В портфолио Huawei есть не только смартфоны и ноутбуки. Компания представила новый струйный NFU. Помимо стандартной функции печати, сканирования и копирования, модель Pixlat V1 обзавелась и другими полезными возможностями. А также может похвастаться приличным ресурсом картриджей. Одними из главных особенностей NFU стала поддержка цифровой коррекции 3D-LUT и возможности печати в режиме Vis-a-Vic. На бумаге изображение будет выглядеть так же, как на экране смартфона. Кроме того, специальный алгоритм может распознавать рукописные заметки на листе, удаляя их на копии документа. Заявленный ресурс картриджей новинки составляет до 4000 листов при ЧБ печати и до 7500 при цветной. Huawei Pixlat V1 может подключаться к ПК по кабелю или Wi-Fi 2.4 ГГц или 5 ГГц, а также поддерживает высокое сопряжение со смартфонами. Цена новинки в Китае, где она уже поступила в продажу, составляет 221 доллара. Цветных картриджей 577 долларов. За каждый черного 1169 долларов. Дата международного релиза устройства будет объявлена позже. Известный производитель гейминской периферии Glorious анонсировал новую беспроводную клавиатуру GMMK Numpad. По сути это небольшой отдельный цифровой блок, каждую из клавиш которого можно запрограммировать на выполнение нужных задач. Клавиатура оснащена 17 программируемых кнопок, нажимаемой ручкой поворотного энкодера и ползунками-переключателями. Производитель предлагает россыпь аксессуаров, позволяющих настроить дизайн макропада в соответствии с запросом пользователя. Выбор рамок, ручек ползунков и т.д. Также предусмотрена RGB-подсветка, способная отображать 16,8 миллионов цветов. Устройство совместимо с Glorious Core, а также может работать настольными и мобильными операционными системами. Предусмотрены стабилизаторы GSV2 и двойные колпачки из ABS-пластика. А рама изготовлена из анодированного алюминия. Клавиатура подключается по Bluetooth 5.0 и работает на одном заряде до 66 часов. Макропад будет доступен в белом и черном цвете по цене 130 долларов. Ну в общем все, вот такие были новости, а с вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Также заходите на мой лайв канал, на Стокер Шоу, группу ВКонтакте по обоям на смартфон и в ТикТок. Все ссылки в описании. Ну а с вами был Стокер, всем пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok